МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. С вами Елена Романцева. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. На защите интересов Родины. Мобилизованные куряне проходят подготовку в Воронежской области. С условиями быта бойцов ознакомился Станислав Костиков. 1800 комплектов школьной мебели направили из Курска в Мариуполь. Скоро изготовят еще 2000. С производителями встретилась Кристина Горлатых. В Курской области продолжаются осенние полевые работы. Темпы уборочной кампании в Глушковском и Кореневском районах оценил замгубернатора Сергей Стародубцев. С подробностями Юлия Терещенко. Обстановка в Курской области стабильно напряженная. В регионе, которая больше 8 месяцев подвергается обстрелам со стороны Украины, работают над окомплектованием и строительством линии обороны. Усилили контроль на въездах в приграничные районы. И город Курчатов продолжают выполнять мобилизационное задание. Кстати, 65 сотрудников региональной администрации тоже получили повестки, а 35 из них уже уехали к местам выполнения боевого задания. Призыв по частичной мобилизации в Курской области завершается. Он не проходит гладко, но каждое обращение или вопрос оперативно отрабатывают. Так, губернатор рассказал, что сразу нескольких мужчин, которым по ошибке вручили повестки, вернули домой к родным. Среди них сотрудники IT-сферы, банка, блогер. На прошлой неделе обратилась одна мама троих детей, которая находится в положении уже четвертым, а ее супруг был частично мобилизован. Я хочу поблагодарить всех, кто включился к решению этого вопроса и мобилизованный был вовремя возвращен домой и сегодня находится с семьей. 884 мобилизованных курянина уже получили дополнительные выплаты из регионального бюджета. В течение этой недели деньги переведут половине от всех призванных мужчин. Скорость зависит от формирования списков в Минобороны. Этот и другие вопросы от Куриан Роман Старовойт держит на личном контроле, о чем попросил и своих коллег. Друзья, я прошу, как с родными детьми, с большим вниманием и чуткостью неформально подходить. Слава Богу, их у нас не так много, как могло бы быть, исходя из масштабов мобилизации, но каждый должен чувствовать заботу и внимание. И ни в коем случае никто незаконно не должен быть отправлен в войска. В Курской области построили уже две усиленных линии обороны. До 5 ноября завершат укомплектование третьей. Эту работу в регионе проводят вместе с сотрудниками Минобороны и погрануправления. Дополнительное обустройство нужно и потому, что в области усиливается территориальный гарнизон. Мы направляли в войска тысячи кубометров бревен, бетонных изделий для формирования этих блокпостов. Тысячи мешков, песок отправлялся. И эта работа продолжается, потому что помощь нужна. На всей территории области продолжают приводить в порядок подвалы и другие защитные сооружения. Так в Курске обследовали уже 320 таких мест для людей. Проверки идут повсеместно. Глава областного комитета региональной безопасности Михаил Горбунов заявил, что нужно оборудовать укрытия и окопы возле многолюдных объектов – банков, отделений почты, магазинов и особенно фельдшерско-акушерских пунктов. Элементарные укрытия – это выкопанный окоп. Ну, обустройте их. Мы уже об этом говорили. Обратцы мы фотографии вам сейчас сделаем, пришлем, но это сделать несложно. На дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться. Также на оперативном совещании отметили, что укрытия Курск области позволяют разместить в них до полутора миллионов человек. Этого хватит, чтобы обезопасить каждого жителя. Анна Пикулина, События дня. С военными на связи. Глава региона Роман Старовойт посетил Воронежский учебный центр. Там сейчас проходят подготовку почти 500 мобилизованных курян. Настрой бойцов и условия службы оценил и Станислав Костиков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Меня помогут! Дисциплина, взаимопомощь, сила духа – все это прокурских бойцов. Андрей и Максим – отец и сын. Когда главе семейства пришла повестка, парень тут же отправился с ним добровольцем. Я понял, что я не смогу дальше так спать, находиться дома, когда мой отец спает, изучать родину. А я здоровый парень крепкий, я не смог остаться дома. Плюс нас еще тут товарищи, мы все с одного района, друзья, дружим с детства. И встретились в инкомате, и мы все вместе решили пойти изучать свою родину. Мы родине сейчас нужны. Плечом к плечу. Вместе они готовы выполнить свой долг с честью и мужеством. Вот такой поступок своего сына, как оцените? Гордитесь им? Очень, очень горжусь. Мне кажется, не у каждого так сын поведет. Гордость за то, что куряне не сидят в колонне, а идут все-таки родину защищать. И у меня убеждение было, что сколько можно президента нашего оскорблять, Россию нашу уже мать. Просто у меня дух такой, что надо что-то делать, надо идти защищать родину. Бытовые условия мобилизованных курян лично проверил Роман Стравоид. Губернатор отметил, что это одна из лучших частей, где проходят подготовку наши земляки. Вам огромное спасибо, потому что условия отличные. Наши парни на особом счету у командиров. Офицеры отмечают высокий уровень подготовки и боевой дух курян. Во-первых, мотивированные курские. Это вот реально. Люди уже, видно, столкнулись с бедой. Мотивированный раз и на голову выше. Вопросы решаются просто на раз-два. Мобилизованные условиями довольны. Говорят, что здесь есть все необходимое для качественной боевой подготовки. Инструктора, полковники, все с нами занимаются. Еда вообще просто. Я не ожидал такого. Я сам проходил службу на срочной службе в учебном центре. В учебке был. И здесь как бы попали вообще просто. Ну, отлично все. И занимаются с нами. И все объясняют доходчиво. Инструктора. Все шикарно. Я за срочную службу получил меньше боевого опыта, чем сейчас. За 10 дней. Делегация Курской области привезла в Воронеж дополнительные комплекты необходимых вещей. Это и сапоги утепленные, это стельки, это дополнительные комплекты носков, это дополнительное термобелье, балаклавы и головные уборы. В скором времени мобилизованных обеспечат дополнительной зимней экипировкой. В Курской области изготовят более тысячи пар специальной обуви. Валенки над Курской обувь шьем с резиновой подошвой на хорошем протекторе. Утепленные. Прямо, я, честно говоря, в них сам прошлую зиму собак полюсов на тонкий носок, минус 30, два часа с подключением. Понял, есть. Также наши бойцы получат современную технику и амуницию. Квадрокоптеры, спальные мешки с мембраной, которая производится в Курске, благодаря установке, которой спальный мешок не виден в тепловизор. Это уникальное изделие, недавно начато производство у нас в регионе. Уже идет изготовление тулупов и теплых курток. Еще одна задача – помочь семьям мобилизованных. Для них разработан целый комплекс мер поддержки. Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 122. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня. Курский завод производит мебель для школ Мариуполя. Первый заказ 1800 комплектов – это парты и стулья. Уже отправили. Готовят новый. Их выпускают на предприятии «Технология». Кристина Горлатых побывала на производстве. Прочность, легкость, практичность. Главное в школьной мебели – каркас. Его по всем нормам производят на Курском предприятии «Технология». А сиденья и спинки закупают в Ижевске. Готовую продукцию отправляют в освобожденный Мариуполь. Закупить оборудование для изготовления школьной мебели помогли в областном фонде развития промышленности. Выдали льготный займ в размере 20 миллионов рублей. Цех полностью автоматизированный. Все в основном делают роботизированные станки. Основной упор у нас сейчас идет здесь на производстве мебели для Мариуполя. В прошлый заказ был 1800 комплекта. Сейчас еще следующий около 2000 идет. Компактные и легкие работают на масле и воде. Печки для обогрева производят бесплатно для российских солдат, которые находятся на линии фронта. Передают через волонтеров. А на лазерном станке вырезают заготовки для тактических кошек. Их тоже передадут военным. Также обратились с запросом изготовления тактических кошек. Сложности никакой. Оборудование наше позволяет выпускать такую продукцию. Лазерная резка, черная сталь. Собираются как конструктор. Но для ребят там необходимый расходный материал. Еще одно направление импортозамещения. Производят оборудование и комплектующие для аграрного сектора. Кристина Горлатых, Антон Латышев. События дня. Оказывать равную помощь всем участникам СВО вне зависимости от региональной поддержки. С такой инициативой выступили депутаты Курской областной думы. Они обратились к федеральным коллегам с просьбой уравнять меры содействия военным и их семьям по всей стране. И закрепить это на законодательном уровне. Председатель Курской областной думы Юрий Амерев предлагает установить единые меры поддержки участников СВО во всех регионах. С этой инициативой он выступил еще 14 октября на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента в ЦФО Игоре Щеголеве. За это время на разных уровнях приняты законодательные акты о поддержке участников СВО и членов их семей. Люди, выполняющие боевые задачи, должны быть в равных условиях в плане социальных гарантий, независимо от того, в каком регионе они проживают, считает спикер регионального парламента. На протяжении уже практически 8 месяцев вся наша страна, все регионы участвуют в помощи участникам СВО, членам их семей. Просто сейчас же наработаны и законопроекты, наработаны различные постановления и опыт уже есть по оказанию такой помощи в каждом регионе. Я считаю, что необходимо на федеральном уровне сейчас уже отрегулировать и выровнять поддержку участникам СВО и членам их семей. Нужно или это сделать на федеральном уровне, федеральный бюджет использовать, или, используя указания от центра, все регионы привести в одно соответствие. Кроме того, председатель областной думы обратился непосредственно к бизнесу с просьбой включиться в процесс, осознать реальную ситуацию и сократить по максимуму новогодние корпоративы. Если направить деньги, которые планировались потратить на увеселительные мероприятия на помощь участникам СВО, членам их семей и детям для проведения Нового года, вызовут большее уважение и в ваших коллективах, и у наших жителей Курской области. Тем временем в Госдуме продолжают обсуждать дополнительные меры поддержки мобилизованным. В частности, новые люди призывают правительство снизить налоги для компаний, продолжающих выплачивать зарплату тем, кто отправился на передовую. И к другим темам. Уборочная кампания набирает обороты. После вынужденного перерыва курские аграрии вышли в поля. Уже обмолочено более половины посевных площадей СОИ и подсолнечника. Ход уборочной кампании оценил замгубернатора Сергей Стародубцев. Каким будет урожай в этом году и стоит ли беспокоиться о продовольственной безопасности региона, расскажет Юлия Терещенко. Выйти в поля вовремя аграриям помешали затяжные дожди. Из-за осадков пришлось ввести режим ЧС. Казалось, ждать оптимистичных прогнозов уже не стоит. Но как только погода наладилась, курские земледельцы приступили к работам. В Ушковском районе сейчас активно убирают кукурузу. Показатели солидные. Порядка 90 центнеров с гектара. У нас практически 50% площади, более 50% площади засеяно кукурузу и зерно. В этом году, конечно, погода внесла свои коррективы. Весенние дожди, летние дожди были. То есть, было опоздание посева, с посевом культуры, с обработками культуры. Ну, в принципе, справились со всеми. А в Кориньском районе основные усилия сосредоточены на уборке поздних масличных культур. С озимами здесь проблем не возникло. Успели посеять до дождей. Теперь предстоит убрать более 1200 гектаров подсолнечника. Средний показатель – 32 центнера с гектара. В прошлом году он был выше. Проблем в этом году очень много в связи с погодными условиями. Идет очень высокая влага. На нем все идет через сушилки. И уже пострадало качество. На самом деле повышается кислотность. Каприза погоды – не единственная трудность, с которой столкнулись аграрии. При граничке из строя выходит высокотехнологичная техника. В определенных местах, особенно в ночное время, пропадает сигнал со спутниками. Из-за этого просто пассивные комплексы останавливаются, потому что они не видят, куда им двигаться. Несмотря ни на что, задачи по обеспечению продовольственной безопасности будут выполнены, отметил замгубернатора Сергей Стародубцев. Мы собрали 4 миллиона 350 тысяч тонн ранних зерновых, что на миллион тонн больше, чем в прошлом году. Курская область – агропромышленный регион, который на 70% обеспечивает себя продуктами питания, которые мы производим у себя в регионе. И вы знаете, что мы экспортируем не только в другие регионы нашей страны, мы экспортируем и в другие страны наши продукции. Каким будет урожай в итоге, точно спрогнозировать трудно. При необходимости весной 2023-го площадь посевов яровых зерновых увеличат. Юлия Терещенко, Сергей Дорохов. События дня. Дубы, сосны и акации. В Тимском районе появилось около 40 тысяч новых деревьев. 22 октября куряне высадили молодые деревца рядом с селом Успенка в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». К местным жителям присоединился и губернатор Роман Старовойт. Говорят, раньше в этих местах был большой лес – дубы, осины и сосны. Когда рядом появились первые поселения, деревья стали редеть. Местные жители надеются, что новые насаждения восполнят этот пробел. Тем более, что и фауна здесь разнообразная. Виды животных у нас возят. Заяц, русак, лиса в очень большом количестве, енот, видная собака, кабаны, косули и лоси в маленьком количестве. Успенка – замечательное место. Это такое красивое место. Это барское место, будем так говорить. Замечательный пруд, замечательная рыбалка, замечательное место для отдыха. Пожалуйста, приезжайте. На помощь местным жителям приехали сотни курян из других районов и областного центра, в том числе молодежь. Среди ребят есть те, кто хочет связать свою жизнь с растениеводством. Учусь на профессии седовода. Приближаюсь как раз к своей будущей профессии. И это очень способствует улучшению экологической обстановки, улучшает атмосферу. Лес – это зелёные, лёгкие, наши планеты. Свой выходной на месте посадки вместе с курянами провёл и губернатор Роман Старовойт. Глава региона подчеркнул, что акция проходит в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом. Жители Соловиного края не в первый раз принимают в ней участие. Курская область – не лесной регион. И у нас порядка 7-8% территории всего занимают леса. Причём большая часть этих лесов, они высажены нашими предками. Поэтому наша задача не только сохранить лес, который есть у нас сегодня, но и создать новую базу для того, чтобы экология Курской области, экология нашей страны была чистой. Мы дышали чистым, свежим воздухом. К всероссийской акции присоединились и депутаты Курской областной думы. Это, я думаю, очень полезно и для участников этой акции, особенно для молодёжи. Человек, посадивший дерево, он навсегда оставляет не просто память о себе, он делает добро будущим поколениям. Благодаря акции в Тимском районе на площади почти в 10 гектаров появится густой лес. Всего же в этом году куряне заготовили и высадили около трёх миллионов саженцев. Кристина Леонова, Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня. А в областном центре к экологическим проблемам подключилась прокуратура. Ведомство проводит проверку компании «Энергопарк» и готовит иск в суд о приостановлении его деятельности. Поводом для этого стал резкий неприятный запах и жалобы курян на него. Фиксировались эти обращения с 17 октября. Больше всего от жителей Северо-Запада и Центра. Пробы взяли эксперты специальной лаборатории на нескольких участках – на Майском бульваре, на Дружбе и возле очистных. 1 ноября будут готовы результаты исследований. «Энергопарк» – это инвестпроект по переработке илового осадка очистных сооружений в биогаз и электричество. Задумка хорошая. Безусловно, мы поддерживали этот проект и он реализовывался. Но он не прошел все стадии технологического и экологического согласования. Поэтому водоканал и очистные сооружения не стали передавать иловый осадок для производства, а владельцы энергопарка с тем, чтобы без официального ввода в эксплуатацию все-таки получать какую-то выручку, начали принимать от сельхозпредприятий и других хозяйствующих субъектов останки животных. Сейчас областная прокуратура готовит иск в суд. Если вина предприятия подтвердится, его деятельность будет приостановлена. Ягодная фея и медовая кудесница. За ее продукцией выстраиваются очереди курян и москвичей. Жительница Октябрьского района Марина Погибелева победила во всероссийском конкурсе «Женщина года ВПК». Развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства и планах по его расширению, она рассказала моей коллеге Марии Колосовой. О богатстве местного чернозема Марина Погибелева знает все. Как-никак, коренная жительница Октябрьского района закончила сельхозакадемию и вышла замуж. Кстати, за соседа – пчеловода. Уже много лет семья занимается агробизнесом и производством меда. А с 2020 года еще и выращивает клубнику. Сначала было там 10 уликов, 20 уликов, но сейчас перерасшло уже под 500 пчелосемей. Решили совместно, параллельно пчеловодству, заняться еще выращиванием клубники. На данный момент у нас 3 гектара сидит. А вы знаете, оно как-то начинаешь чуть-чуть, а потом все это перерастает, перерастает вот в такие вот большие объемы. И стараемся, знаете, вот каждый год что-то новенькое, какие-то новенькие сорта приобретать. В сборе урожая активно помогают односельчане. Выращенными и собранными собственноручно продуктами ягодка Маринка, как ее любят называть друзья, торгуют не только на курских, но и на московских ярмарках, всероссийских гастрофестивалях. Узнают ее по яркому венку на голове. Возьмите вот наш мед, да, он везде славится, не только там у нас в Курской области, но и в Москве. Вот мы были на Золотой осени, да, и с нами стояли там сырники из Тульской области. И знаете, такое, ой, да и хорошо, по типу, знаете, сыр, вы нас загораживать не будете. А как стали за курским медом очередь, он такой, поверните, поверните обратно. Ее труды давно признали в Соловьином крае. Теперь же она известна на всю страну. Например, как участник фестиваля «Вкусы России». А с недавнего времени и как победительница конкурса «Женщина года ВПК». Там Курянка стала лидером в двух номинациях, хотя конкуренция была высокая. Ей противостояли компании-миллионники. Со стороны женской сказать, что мне трудно, нет, мне не трудно. У меня есть супруг, который, вот мы с ним учились в одном классе, живем 31 год, который мне помогает во всем. А люди, вот молодежь, которые там вот просто, не знаю, хотят все быть менеджерами, я не понимаю. Надо идти в сельское хозяйство. Это много интересного, это как бы много такого познавательного. Ну да, ну сегодня не получилось, завтра чуть-чуть начнется получаться, а послезавтра это будет совсем хорошо. Главное не бояться работать. А работы предстоит немало, ведь, по мнению Курянки, ей еще есть куда стремиться. Вот и планы на будущее уже наметила. Например, хочет расширить плантации клубники. На следующий год будут обрабатывать еще три гектара земли. Мария Колосова, Роман Федорков. События дня. О происшествиях. Чтобы согреться, житель села Нижний Теребуш Курской области развел костер прямо в доме. Нарушителя выявили во время профилактического рейда. Сотрудники МЧС проверяли дома граждан с печным отоплением. Электроснабжения в доме не было. Его отключили за неуплату счетов, а печь находилась в непригодном состоянии. Для обогрева Курянин решил развести костер в комнате. К счастью, сам при этом не пострадал. 62-летний мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников МЧС и находится в группе риска. Таких в Сире еще 28. Ежегодно главы муниципальных образований формируют списки граждан из группы риска. То есть это одинокие, престарелые, многодетные, злоупотребляющие граждане. И при таком формировании было поставлено на учет, как злоупотребляющий и одинокопроживающий гражданин. Неравнодушные соседи и глава сельсовета решили помочь мужчине. Жители села очистили дом от мусора и обмазали печь глиной. Вскоре обещают завести дрова. Забрать пенсионера готовы и родны. Кстати, в Нижнем Теребуже уже произошел несчастный случай. Пожар из-за неправильного обращения с огнем при курении. Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности и необходимости устранить все неполадки с отопительными приборами. В выставочном зале «Артмания» открылась выставка «Пленэр» в Сергиевом посаде. Владимир Соколинский, Роман Ветров, Михаил Волков, Владимир Рынди. Четыре художника, четыре мушкетера курской живописи. В четыре кисти исписали весь Сергиев посад и его архитектурную и духовную доминанту – троица Сергиеву Лавру. «Это город невероятных красок», – говорит художник Роман Ветров. В качестве доказательства представляет свои сочные, даже смачные этюды. В Сергиев посад он приехал с 19 студентами худграфа. Ознакомительная практика живописцев-первокурсников оказалась жадной до работы. Писали с утра до вечера. Владимир Соколинский, конечно, тоже учил студентов ставить этюдник и выбирать мотив, но и сам творчески работал. Его графика – настоящий каталог главных достопримечательностей Сергиева посада. В том числе монастырский квас – настоящий гастробренд города. На бочке написано «монастырский квас». И там мало того, что очень много прихожан, источник, естественно, воду набирают и плюс квас. Это я с утра просто рано делал эту работу, там мало еще народу было. А так и монахи стоят за квасом, приходят и паломников много. Громадина троицы Сергеевской лавры примагнитила и Владимира Рындина. Художник обошел святыню вдоль и поперек, чтобы впечатлиться каждым уголком обители. На то он и пленает, что там надо пожить, проникнуться, пропитаться воздухом, духом местным, пообщаться с жителями, попечься под этим сергиево-посадским палящим солнцем, походить тропинками, по которым ходил Фаворский, Иоанн и всякие другие художники. Ну и тогда уже что-то, наверное, получится. А вот Михаила Волкова привлек частный сектор Сергеева-посадом. Уютные домики, утопающие в цветах и зелени, непередаваемая атмосфера Золотого кольца. И по архитектуре, и по ландшафту. Даже солнце как-то вело себя так вот необычно. Так жарко, светило все. Поэтому ходили рано утром, на рассвете солнце только встает, красиво все. Пар поднимается, там пруды, деревья. Ну, в жару прятались, потом вечером выходили. В общем, было интересно. В планах на следующее лето – поездка в Псков или Нижний Новгород. И, конечно, вновь будет выставка с густыми мазками, положенными на яркие впечатления. Ангелина Яхонтова, Юлия Матвеева и Геннадий Воробьев. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте seiminfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»